Как не раз признавался сам, ныне задержанный, еще в детстве на глазах у деревенской детворы его забодал бабушкин козлик Семен. С тех пор ненависть к этим животам росла вместе с мальчиком и по достижению зрелого возраста достигла апогея. Козел действовал на мужчину, как красная тряпка на быка. При этом всех своих знакомых он честно предупреждал, простит любое оскорбление, кроме этого. Те, кто не внял предупреждением, жестоко поплатились. Мужчина был неоднократно судим за нанесение тяжкого вреда здоровью и убийства. В подвале одного из домов в поселке Нижне-Невизовые, Зеленодольской районной республики, обнаружено тело 39-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти и ветер двух живых ранений. Подозрение в совершении преступления задержан 43-летний, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности знакомый потерпевшего, который дал признательные показания. Просто он один, у него родителей нет. Он приходил раньше к моей дочке, сейчас дочка у меня умерла. Ну так и кое-что. Как выяснилось следствие, в доме у женщины скучно никогда не было. В промежутках между отсидками с ней жил мужчина-коза-ненавистник. А когда умерла дочь и женщина, к ним присоединился и ее сожитель. Втроем частенько выпивали по поводу и без. При этом, кто сколько бы не выпил, про табу на слово «козел» не забывали до недавнего времени. Я ходила за бутылку, бутылку выпили, нам не хватило. Пошла, я еще. Прихожу, Металька лежит в одеяле замутан. Я потрогала, он тепленький. Я говорю, сынок, пойдем, сейчас тупку выпил. Ну, он теплый, я думаю, спит. Мужчины играли в домино. Подозреваемый постоянно проигрывал, в результате чего потерпевший оскорбил его. В свою очередь, подозреваемый, четырежды привлекавшись к уголовной ответственности, схватил нож и нанес своему собутыльнику смертельное ранение. Расправившись с очередным обидчиком, он сообщил сожительнице, что теперь их осталось только двое и послал женщину в магазин за очередной порцией спиртного. Женщина послушно пошла. Мужчина был уверен, возлюбленная побежала в магазин именно за спиртным. Ведь договорились же вместе, цитата, «обтяпать столь удачное дельце». Но по дороге в Сельмак женщина неожиданно передумала. Труп в подвале собственного дома несколько напрягал. Потому вместо бутылки она попросила у продавца вызвать полицию. Сама встретила стражей правопорядка и проводила их в собственный дом. Визиту полиции мужчина удивился, но встретил как старых знакомых, поведав, что убитый в своей смерти виноват сам. Поскольку употребил в его адрес то самое слово, которое употреблять нельзя. Вот и стал еще одной жертвой, которая за козла ответила. Самому же задержанному теперь придется отвечать за очередное убийство.